Всем привет! С вами Дмитрий Русул, это новый выпуск QuickNews, в котором мы поговорим о новостях из мира музыкального оборудования и плагинов за последнее время. И давайте начнем с новых мониторов от компании Pioneer. Pioneer DJ представили линейку активных мониторов, которая называется VM Series и состоит она из трех моделей собственно мониторов ближнего поля активных мониторов, которые различаются естественно диаметром динамика и начинается от пяти, потом шесть с половиной и восемь дюймов. Ну то есть в принципе представлены все возможные размеры, которые нужны для ближнего поля и меня, если честно, удивила цена. Цена довольно доступная. Эти три модели соответственно называются VM50, VM70 и VM80 и они имеют довольно широкий диапазон воспроизводимых частот, как заверяют разработчики, то есть в случае VM50 от 40 до 36 кГц, от 40 герц до 36 кГц, VM70 от 37 герц до 36 кГц и VM80 от 34 герц, ну то есть довольно низко опускаются, я не знаю так это или нет, надо конечно тестировать, но как и сейчас во всех современных моделях от различных компаний, туда интегрирован DSP чип, который будет адаптироваться под звучание помещения, я честно говоря не смотрел, не знаю как будет конкретно это реализовано, скорее всего будет идти дополнительное программное обеспечение, через которое можно будет делать некий замер, но также есть на самих динамиках сзади тумблеры, которые позволяют регулировать количество басов и количество высоких частот, и конечно же разработчики делают акцент, что это все-таки монитор для работы с танцевальной, с электронной музыкой, поэтому не думаю, что на этих мониторах будет прям какое-то супер нейтральное и честное звучание, тем более цена, как я уже говорил, довольно бюджетная, то есть если вы рассматриваете мониторы, вот можете обратить внимание, собственно линейка поступит в продажу уже вот в апреле сейчас, и у младшей модели, у самой маленькой будет два цвета, черный и белый, у остальных пока что будет только черный цвет, но так или иначе довольно интересно, можно посмотреть, я думаю, что скоро будут тесты от различных блогеров, поэтому учите на YouTube, если вам понравится, то приобретайте. Следующая новость опять от компании Behringer, которую я очень люблю, как вы заметили уже наверное по предыдущим выпускам Quick News, но так или иначе они постоянно подкидывают инфоповоды, и в данном случае это важный для меня инфоповод, потому что Behringer у себя в Facebook аккаунте опубликовали пост, в котором написали, так точнее так намекнули, что они переделывают, делают свой собственный клон, тоже культового синтезатора от компании Korg, который назывался PolySix, это такой очень классный аналоговый синтезатор из 80-х, и он назывался PolySix, потому что собственно там была PolySix из 6 голосов, но Behringer решили чуть-чуть переплюнуть Korg, и адаптировать этот синтезатор под современность, и назвали его PolyAid, что означает, что там будет 8 полноценных голосов в PolySix, это довольно круто, на самом деле я уже просто сбился со счета, что Behringer уже анонсировали довольно много синтезаторов, и Oberheim, и вот в данном случае Korg, они уже выпустили Monopoly, четырехголосный синтезатор, который я все никак не заполучу, но обязательно это сделаю в ближайшем будущем. Так или иначе, Behringer молодцы, я за ними слежу и смотрю все, что они делают, все, что выпускают, довольно качественный синтезатор, и многие их хвалят, в том числе и западные блогеры, даже с поправкой на то, что все-таки это бюджетные инструменты, и да, у них надежность бывает не всегда на высшем уровне, что-то бывает отваливается, прошивки бывают глючит, но так или иначе, Behringer молодцы, потому что они дают возможность начинающим музыкантам прикоснуться к аналоговому звучанию, а я на своем опыте убедился, что все-таки аналоговые синтезаторы реально рулят, как вы видите, у меня здесь, вокруг меня везде куча аналоговых синтезаторов, так или иначе, посмотрим, что Behringer нам покажет с их вот этой версией Корга, Poly6 в виде Poly8, мне очень интересно, я жду не дождусь, когда появится первое видео с демонстрацией, как оно, как он звучит. Ну и в продолжении темы коронавируса, который уже, я думаю, все устали, можно сказать, уже прошла годовщина с тех пор, как в России ввели такой очень жесткий карантин год назад, в прошлом апреле. За этот год, в принципе, много чего изменилось, мы уже ко всему этому привыкли, но на Западе меры все ужесточаются, на самом деле меня это не сказать, что радует, потому что я, честно говоря, соскучился по путешествиям. У меня, правда, недавно было довольно большое путешествие по России, и об этом я обязательно расскажу в следующем выпуске моего видеоблога, поэтому не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить это видео. Но так или иначе, реалии таковы, что музыканты, конечно же, можно сказать, сходят с ума от всех этих ограничений, от отсутствия концертов, от невозможности зарабатывать музыкой, потому что основные деньги, конечно же, шли в основном с концертов, из каких-то студийных движух у музыкантов, особенно Западе, потому что на стримингах зарабатывают далеко не все, только топовые звезды и топовые артисты, и то благодаря лейблам, каким-то рекламам и так далее. А музыканты из средней прослойки и более низкой прослойки, они, к сожалению, выживали только за счет какой-то сессионной работы, концертной деятельности, ну, в принципе, как и у нас в России. И уже проводятся различные опросы, собираются различные статистики, данные, и вот сообщается, что многие музыканты прямо реально сидят в депрессии в последнее время, особенно последние где-то полгода, учитывая, что постоянно увеличиваются ограничения, то есть все больше и больше запретов, не видно конца и края, особенно в Европе и в некоторых штатах Америки. И многие музыканты уже задумались о том, что завязать с профессией, также многие продают свое оборудование, что-то распродают, чтобы, ну, просто сводить концы с концами, это, конечно, очень печально, и мир перестраивается, я не знаю, куда это приведет. Также, например, Бон Джови, Джон Бон Джови, вокалист одноименной группы, также рассказал, что он вообще вот в реалии вот этой современности уже больше не видит какой-то тур деятельности, но опять же, конечно, с его колокольни легко рассуждать, потому что он, в принципе, уже все деньги, которые можно заработал, наверное, в своей жизни, и теперь, как он сказал, что ему туры и гастроли всегда мешали сфокусироваться на студийной деятельности и на написании новых песен, но это действительно так, потому что такие группы такого уровня, они порой там по 250, по 300 концертов в год делали в свои лучшие времена, естественно, в таком графике что-то еще успевать записывать, что-то написать новые песни, новые альбомы практически нереально, поэтому такие большие турне, они, конечно, очень мешают, они, ты очень устаешь, играешь одно и то же каждый день, это очень много энергии тратится, поэтому я могу его понять, и вот, собственно, Бон Джови, вот в противовес тем музыкантам, кто жаловался на вот эти все локдауны, дает понять, что вот этот карантин ему открыл глаза, что он теперь может спокойно, без всяких гастролей и прочего, сидеть дома, писать новую музыку, работать на ней, тем более у всех музыкантов в таком уровне, как правило, есть домашнее оборудование, домашние студии, сегодня это очень легко, все записать, прям не выходя из дома, и вот такому уровню музыкантам такие локдауны, наверное, идут скорее на пользу, нежели чем во вред, но остальным музыкантам, которые уровнем ниже, конечно, приходится выживать. И компания Spotify после своих разбирательств, которые были несколько месяцев назад по поводу того, что она обманывает своих пользователей, неправильную статистику выдает или недоплачивает роялти за стриминг песен разным музыкантам, особенно независимым, то есть, опять же, тем, у кого мало прослушиваний, кто не принадлежит какому-либо лейблу, не подписан на каком-то лейбле, то есть у меня нет таких реклам, нет такого стриминга, очень много было обвинений, я об этом тоже рассказывал, и они запустили сервис, который называется Loud and Clear, ну, то есть громко и понятно или отчетливо, если переводить, и в этом сервисе можно пройти, и там такой некий онлайн-калькулятор, в который вы вбиваете количество прослушиваний вашего трека, или вбиваете просто количество слушателей у вашего артиста в месяц, и, собственно, Spotify вам показывает, какая часть роялти от общего вообще заработка платформы вам причитается в зависимости от вашего конкретного прослушивания, я так понимаю, что цифры из месяца в месяц обновляются, потому что это зависит от количества пользователей, которые оплачивают подписку, и, собственно, количество стриминга за один месяц, поэтому цены всегда варьируются за один стриминг, поэтому нельзя точно сказать, сколько стоит одно прослушивание вашего трека, поэтому, собственно, вот запустили такие площадки, чтобы хоть как-то попытаться уйти от вот этих всех обвинений, ну, в принципе, прикольно, можете также пройти по ссылке в описании, напомню, что все, о чем я говорю, есть в описании к этому ролику, вы можете пройти по всем ссылкам, все, я оставляю, можете сами изучить, посмотреть, ну, и интересно порой узнать, сколько, собственно, набежало за прослушивание твоего трека. Ну, и по традиции поговорим о бесплатном софте, который нас радует в этом месяце. Начнем мы с магазина Plugin Boutique, вы наверняка о таком слышали, довольно популярный магазин, где распродаются разные плагины различных производителей, и они анонсировали, что до, по-моему, 3 мая все, кто приобретут хотя бы один любой плагин на площадке, плагин Boutique, получат бесплатную версию плагина Levels от фирмы Mastering The Mix. Это очень классный аналайзер, который помогает посмотреть, как сведен или отмастерен ваш трек, то есть он показывает уровни баса, он показывает, собственно, фазовую совместимость, моносовместимость, там очень много разных параметров, и по нему, особенно если у вас не очень хорошая акустика, и вы не очень доверяете ушам и своим, не знаю, мониторам или наушникам, вы можете также им пользоваться, он сделан по всем современным стандартам громкости, частотного баланса, и можно по нему сверяться, если у вас хоть есть перекос в басовых частотах или в громкости, или есть какое-то клипирование, то есть этот анализатор вам поможет, собственно, держать все под контролем и держать руку на пульсе, поэтому переходите также по ссылке в описании, и можете что-то приобрести и получить Levels абсолютно бесплатно себе в коллекцию. Следующая новость актуальна для владельцев карт от компании Focusrite, я уже неоднократно приводил примеры, что Focusrite очень часто коллаборирует с различными компаниями-производителями плагинов, и радует своих подписчиков, своих клиентов, точнее, те, кто приобрели звуковые карты, разными бесплатными плагинами, причем плагины довольно дорогие для всех, но для пользователей Focusrite они либо ограниченное время, либо навсегда становятся бесплатными. Что для этого нужно? Нужно просто переходить к себе в личный кабинет, у вас должна быть обязательно зарегистрирована ваша звуковая карта и привязана к вашему аккаунту на сайте Focusrite, и там есть у всех, у кого есть аккаунт, и у кого зарегистрировано хотя бы одно оборудование от компании Focusrite, ну, как правило, звуковая карта, у вас есть там ссылка, что My Software, то есть там прям есть отдельная в вашем личном кабинете закладка, и у вас будет список из доступных приложений, плагинов от спонсоров, от партнеров компании Focusrite, в которые вы можете скачать плагины, получить лицензию или получить промо-код на бесплатное пользование тем или иным плагином. И в этом месяце Focusrite договорилась с компанией Acoustica Audio, вы наверняка тоже послышали про эту фирму, которая делает офигенные, очень, правда, прожорливые плагины, которые основаны на импульсах и на, собственно, сэмплах. Работа реально живого оборудования, то есть эти плагины звучат максимально по-живому, но, к сожалению, они очень требовательны к процессору. Так или иначе, Acoustica Audio всем пользователям компании Focusrite дает бесплатно свой плагин, который называется Cream 2. Это новая версия их Channel Strip, он состоит из эквалайзера, компрессора, преампа, это такой аналоговый набор. И если у вас есть аккаунт, собственно, на сайте Acoustica Audio, вы можете его зарегистрировать, если его нет, это абсолютно бесплатно. И вы там просто вводите промокод, который заступен в вашем личном кабинете Focusrite, вводите промокод, который вам будет там дан, и при покупке Cream 2 у вас просто обнуляется счетчик, то есть вы не платите ничего, вместо 200 долларов вы платите 0 долларов и получаете Cream 2 абсолютно бесплатно. Это, по-моему, тоже действует до конца апреля, поэтому поспешите, переходите в свой аккаунт, опять же, ссылка будет в описании, логиньтесь там и ищите у себя вот этот промокод и вводите его на сайте Acoustica Audio. Очень классный плагин, всем рекомендую. И напоследок, бесплатный сатуратор от компании Kit Plugins, который называется Barrier. Довольно крутой сатуратор, который позволяет вообще звук как сатурировать, так и превратить в полный дисторшн. Ручка всего одна, крупная такая, большая, основная, которая, собственно, и задает эту сатурацию. И на самом деле характер у плагина очень классный, он чем-то похож на Devil Lock от Sound Toys, но при этом у него есть дополнительные функции, такие как фильтрация низких и высоких частот, то есть вы можете, например, его использовать в параллели для подмешивания грязи, например, к какому-либо инструменту. Разработчики сами заявляют, что его можно использовать вообще на всем угодно, от барабанов до фортепиано и даже голоса. И на самом деле плагин действительно очень прям такой живой, особенно если на небольших настройках делать и ставить его, например, на шину с барабанами. Барабаны становятся такими немножко грязными, плотными в рок-музыке или в какой-то там инди-альтернативе. Такое звучание может подойти, добавлять такой небольшой грязи, но при этом очень вкусный, такой, можно сказать, аналоговый грязи добавляет. Поэтому если у вас есть нужда в качественном сатураторе, да еще и бесплатном, вот, также переходите по ссылке в описании и скачивайте этот плагин, уверен, он вам понравится. Ну что ж, на сегодня это были все новости. Увидимся с вами в следующем выпуске QuickNews. И я напоминаю, что совсем скоро у меня выйдет новое видео из моего видеоблога, в котором я поговорю о восстановлении концертной деятельности в России, пока что в России. Там будет много чего интересного, я прокатился почти по всей стране, много чего снял и много чего вам расскажу. Но, чтобы не пропустить, обязательно подпишитесь на канал Logic Pro Health, если еще этого не сделали. Нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на нашем канале, а у нас здесь не только новости и мой видеоблог, а также еще и полезные уроки по Logic, по разным плагинам, обзоры плагинов. Сейчас мы работаем над новыми видео, поэтому скоро будет много чего интересного. Обязательно, обязательно подписывайтесь, оставайтесь с нами на связи, ну а с вами был Дмитрий Урсул, всем успехов в творчестве, увидимся с вами в следующих видео, всем пока!